Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я всех рад сегодня видеть и сердечно приветствовать всех, братья и сестры. Ну и там, кто еще не зашел, тоже входите и будем вместе слушать Слово Божие, будем молиться, будем размышлять сегодня. Ну и так вот, тема уже заявлена, я не буду повторяться, читаю текст Священного Писания, который записан в Псалом 125, 3 стих, 125, 3. Великая сотворил Господь над нами, мы радовались. Ну сегодня уже, как сказал брат, мы будем и о братстве вспоминать, будем вспоминать о пути, на который Господь вывел, будем говорить и о братьях, которые прошли этим путем, братья и сестры, но все-таки давайте мы всегда помним, что у нас впереди и навеки, и навсегда это Бог Великий, который сотворил Великое. Великое может сотворить только Бог. Наш Бог всемогущий, наш Бог вечный, братья и сестры, и любовь Его вечная, и спасение Его вечное. Вот такую надежду и упование мы имеем на нашего Господа, и потому Он и сотворил Великое. Мы радовались. Братья и сестры, сегодня мы радуемся или нет? Радуемся. Я сегодня рад видеть, ну вот, молодежь столько, да, хотя наша, ну так сказать, область и не имеет такого большого количества членов, как некоторые большие церкви, огромные церкви есть, которые не в нашем союзе, да, но молодежи у нас много, слава Богу. Как-то в нашу церковь приехал один иностранец, американец, он долго жил здесь в Москве, лет, может быть, 10 даже живет. И вот он вопрос мне задал, а сколько у вас мужчин верующих, юношей, мужчин стариков и так далее, мужского населения, мужского пола, так сказать, церкви? Ну я так сразу не задавался вопросом, и я говорю, ну я так думаю, немного у нас, наверное, 25 процентов. Он говорит, 25? Так это много. Это настолько много, что вы себе не представляете, как это много. Это четверть, ну, так сказать, состава церкви, это братья, это, так сказать, будущие служители, это, ну, и руководители там и так далее, грубые все, а я так подумал, да, когда посчитал, оказывается, больше, чем 25. Он говорит, что я, ну, побывал во всех церквах Москве и Московской области, кроме нашего союза, вот он бывал. И даже огромные церкви, большие, едва насчитывают 13-15 процентов. Это считается много. А так, средние церкви, это 7 процентов братьев. Вот, братья и сестры, какое сравнение. Я был удивлен, вы знаете, я как-то считал, что у нас братьев мало. Немного, да, оказывается, много у нас. Смотрите, сколько братьев здесь, вот, да, если так бы посчитать, так, наверное, половина, почти, почти. Братья и сестры, это очень верно и очень правильно, что Господь сотворил великое. Я помню свою юность, братья и сестры, когда, ну, 60-е годы, даже до 60-х, 57-й, 58-й, 59-й, вот эти вот годы, когда братство превращалось в сестричество. Пусть сестры не обидятся, да, вот, но получилось так, что одни бабушки, бабушки старели, и мы, так сказать, видим, но одни платочки в церкви и ничего больше. Слушай, я вот, из молодежи у нас было 8 человек, а церковь было 450 членов. Можете представить себе? 450 и, ну, 9. Я был один брат, и 8 у нас было сестер, девушек. Все. Это была вся молодежь, это был 59-й год. Можете себе представить? Какой процент, братья и сестры? Да 0, там, я не знаю, 0, может быть, 0,2 процента, если даже наберется. Не хочу математикой заниматься. А мы сегодня говорим, 25 – это мало. Это много и очень много, братья и сестры. И мы должны благодарить Бога за то, что Господь обещал умножать всякую хвалу, умножать, братья и сестры, нашу веру, умножать нашу надежду и благословлять наследие свое. Братья и сестры, сегодня мы говорим и о пути. Что у нас, ну, произошло когда-то в жизни нашего братства, в жизни братства вообще Ивановского, Баптистского. Наверное, все помнят книгу, я советую перечесть, по пути возрождения. Путь возрождения. То есть стремление к тому, чтобы, ну, вот, церкви все могли возродиться, стать возрожденными христианами, выйти из этого состояния, из пепла, можно сказать, потому что гасилось всякое настроение, хоть чем-то как-то приободрить церковь. Все документы, которые издавало это, так сказать, братство, так называемое, да, зарегистрированного совета, они были антиевангельскими. Они, ну, и в духе своем, и в букве были одинаковы. Сократить количество членов. Не разрешать принимать крещение молодежи. Очень осторожно, очень осторожно. Даже в 30-летнем возрасте свести к минимуму. И чтобы, к чему бы свелось сегодня, братья и сестры, если бы не путь возрождения, если бы не путь пробуждения, если бы не было Господом открыто, как идти дальше, наверное, бы и атеизм, ну, возобладал, как это и стало в некоторых других странах, где воинствующий безбожие, воинствующий атеизм взял главенствующую роль в свои руки. Хочу сказать, братья и сестры, что это Бог открыл. И совершил Он великое, потому что Он велик. Как совершалось служение? Об этом написано много книг. Книг хороших, ну, может, они на полках у нас лежат, да, может, какая-то и моя книга появится. Хочу сказать, что, братья и сестры, это не так важно, кто совершал. Хотя мы должны помнить обязательно всех наших братьев, предшественников наших, наставников наших. Мы должны знать их, помнить их и благодарить за них Господа, вспоминать об этом, братья и сестры. Но все-таки мы должны всегда помнить о том, что это Бог. Это совершил Бог. Никакие люди, никакие подвижники не могли бы совершить того, что совершил Бог в нашей стране. Ни одной такой страны нет на свете, братья и сестры, где безбожие вот так бы царствовало и пыталось бы искоренить навсегда веру в Бога. Это было в нашей стране. Наверное, помните по истории, что была объявлена пятилетка безбожия. Пять лет без Бога. Было время, когда было объявлено, значит, заменить воскресенье каким-то другим днем. Исключить воскресенье полностью, чтобы не говорили о Христе воскрешенном, чтобы не праздновался этот праздник. Сделать пятидневку рабочую и все, и какой-то там день придумать не получилось ничего. Бог не дал. Не потому, что правительство не могло бы это объявить. И вот эта пятилетка безбожия кончилась крахом, братья и сестры. Это потому, что наш Бог великий. У нас в Москве был безбожный переулок. Сегодня он протопоповский. Ну, так вот Бог определяет. Было общество безбожников. Так и называлось безбожник. Потом и журнал был безбожник. Ну, стало потом называться несколько по-другому. Там наука религии и так далее. Все это смягчалось меньше. И поэтому атеизм никогда не сдавал свои позиции. Но Бог принудил его к этому для того, чтобы отступить и дать простор свободы Господу. Мы поем об этом в песнях. Довольно север узников отдай, да, и север отдал. А теперь сами добровольно едут, братья, на север для того, чтобы там благовествовать, уже будучи свободными. Братья и сестры, хочу сказать, что действительно только Бог мог это совершить. И в нашей стране, я хочу сказать, это, ну, уникальное явление. Мы должны этому, ну, так сказать, это понимать, этому доверять и любить наше братство. Что такое братство, братья и сестры? Ну, иногда мы, так сказать, братство, люди пытались некоторые на себя одеть. Говорили, вот я это и есть братство, а мы нет, да, допустим. Братство это все мы, братья и сестры. Это все церкви нашего Господа. Вот это служители наши, которые стоят во главе церквей. Это наши братья, которых в церкви, так сказать, ну, избрали для служения в совете церквей. Это все и составляет наше братство. Это и сестры наши, это и дети наши, братья и сестры. Это и подростки наши. Как Моисей сказал, в Египте не останется ни копыта. Вот все мы составляем братство, братство любить надо, Господа благодарить надо за это, потому что наш Бог великий, вечный и святой Бог. Но я не буду пересказывать многое, братья и сестры, из того, что уже слышали все, знаете, книги читаете. Я рекомендую прочесть, вот особенно по пути возрождения, да. Вот, и большие труды, так сказать, братья, лично каждый писал о своей биографии, о своей жизни, о том, как решались эти вопросы. И я хочу сказать, что этот путь, братья и сестры, проложен был кровью и слезами. Это действительно путь, который забыть нам нельзя. Мы должны это помнить, дорогие друзья. Это досталось дорогой ценой. На этом пути, ну, так сказать, много братьев потерпело лишение. Наверное, будут об этом говорить еще, и цифры называть сегодня. Вот, и скорбей, и уз, и смертью. Жизнью заплатили братья за эту свободу, которую сегодня имеем мы. Хотя мы говорим всегда, что это дал Бог. Да, но Бог говорит, я искал человека, и Бог нашел человека. Бог нашел когда-то и нашего покойного ныне председателя, Геннадия Константиновича Крючкова, которому Бог открыл, что есть и другой путь, и нужно идти другим путем. Нужно возродить церковь, чтобы шла поистине не по постановлениям человеческим, а чтобы шла по воле Божией, чтобы жила по воле Божией, поступала по воле Божией, по Слову Божию. И потому это и называется путь возрождения возрожденных христиан, братья и сестры. Это не имеет отношения к динаминации, это не имеет отношения к нашему названию, это не имеет отношения даже к личному рождению свыше человека, потому что в церквах могут быть разные люди, да. Но путь, путь действительно возрождения, это правильно. Это как бы восстало из пепла, из смерти церковь, да, из умирающего состояния, и стало живой, истинной, стало такой, какой хочет ее видеть Господь. И Господь хочет, чтобы мы сохранили до конца верность нашему Господу, чтобы мы любили друг друга, вмещали друг друга, братья и сестры, и чтобы мы помнили о том, что нам в небе всем быть вместе, где уже не будет динаминации, не будет названий, где все будут дети Божьи, мы видим в откровении это, мы так и верим этому и понимаем так, что так будет и всех одно, и так Господь обещал это сделать, так и Бог будет тоже все во всем, так учит нас в Священном Писании. Хочу возвратиться, братья и сестры, к началу движения. Вот то, что было умирающим, стало сегодня живым, благодаря тому, что Бог нашел мужей искренних, верующих в Бога и любящих Господа. Ну, сегодня много имен будет звучать, наверное, много наших братьев и близких к нашей области, и, может быть, вдали живущих, но, тем не менее, это был состав, первый состав, это была группа инициативная, потом это был совет, так сказать, оргкомитет по созову съезда, а потом совет церквей, и это неважно название, братья и сестры. Название, оно менялось, и оно может еще когда-то изменится. Не в этом соль, не в этом дело, да? Дело в сути самой, в духе в самом, что мы приемниками явились этого славного дела, этого славного пути, на который позвал Господь. И так был подан клич к этому возрождению духовному, братья и сестры, и церкви откликнулись на этот клич, на этот зов, который Господь вот именно прозвучал через густа братские, через послания, через документы, через обличения тех, которые неверно служили, через тех лжих пастырей. И поэтому наше братство, братья и сестры, оно все братство Христово, и мы благодарим за это Господа. Хочу сказать, что первым и важным шагом было, да, для того, чтобы документ написать и его размножить, нужно было изобрести способ, каким способом это сделать. Ну, у нас сейчас сразу, ну, в воображении компьютер, да, набрал и распечатал принтер там и все так далее. Ничего этого не было, братья и сестры, и даже не знали, что это такое. Писали от руки. Даже на пишущей машинке нельзя было это делать, потому что все пишущие машинки продавались только, вот, ну, организациям, да, только они были под регистрацией, под учетом, это, так сказать, средства печати. Те чертежи, которые на производствах печатались, вот для строителей чертежи, синька называлась, помните, да, вот, они тоже находились под ведомством комитета госбезопасности. Я работал на строительном заводе, и вот там чертежи эти, да, которые выдавали, было, ну, множили для того, чтобы, ну, дать строителям, прорабам там, работим на руки, да, вечером это все собиралось, запиралось в комнату, ставилась печать, и этот станок, который мог копии делать, был, ключ был у сотрудников комитета государственной безопасности. Они утром приходили, открывали, и даже вот такие мелочи, как поставить там ферму какую-то, балку и так далее, там, рассчитать ее там, прочность и так далее. Все было секретно, тем более, какое-либо печатное слово. И все хорошо помнили о ней, что печать – это самое мощное и самое сильное оружие, так когда-то говорил один из революционеров. Так вот, поиски были, как размножить, как размножить, нужно было средство. И вы знаете, Бог открыл и это средство. Оно появилось в музее революции. В музее революции был такой отдел, как раньше эти революционеры, большевики, размножали свои листовки. Оказалось, очень просто все. Все не так сложно, да. Состав был определенный там, глицерин был, да, были там другие компоненты составляющие. Вот, для того, чтобы это все, желатин превратить, чтобы все это дело в такую массу, способную воспринять то, что написано метилом, да, этими чернилами и так далее, и все это размножить. Это повторила пионерская правда. Газета «Пионерская правда» сама того не подозревая, напечатала рецепт, как это делалось раньше, как печатались вот эти листовки и раздавались и так далее. Это взяли на вооружение наши братья и сестры и сделали. Вот Бог так сделал. Они же могли бы это в секрете держать. Никто бы не знал, как это сделать из одного листочка 100, да. И там писали они в этой газете, что вот можно 50 снимков сделать, страниц, 50 страниц можно сделать, а наши братья и наши сестры делали до 300. Братья и сестры, я хочу сказать, что Бог умудрил, как улучшить то, что делали когда-то люди для зла, да, а Господь это сделал для блага народу своему. И размножалось очень много. И не только послания. Наверное, помните, у кого-то сохранились еще. И сборники духовных песен были от руки написаны и размножены синенькой. И книги были, и духовные были брошюры. И было очень много материала. Ноты были для хора. Тоже таким вот. У меня даже хранятся где-то в архиве и эти ноты, и эти книги, которые были написаны синенькой. Мне особо это дорого и близко, потому что я и сам когда-то участвовал несколько в этом. И хочу сказать, братья и сестры, что это благословение, которое Господь нам подарил, которым Он нас благословил. И эти размножились. Но это считалось незаконным, это считалось нелегальным, братья и сестры. Что такое нелегальное вообще? Мне вот говорили, братья, ну о нелегальном служении немножко рассказать, да? Слово нелегальное означает запрещенное законом. А я не считаю, что наше служение было нелегальным. Может быть, это мое особое мнение, но я считаю, что оно было законным, братья и сестры, оно было законным на основании Священного Писания, оно было законным и на основании законов страны. В Конституции, даже в той самой Конституции, которая была еще в Сталинской Конституции, было написано, что мы имеем право распространять свои взгляды. Мы имеем право множить, и международные законы об этом говорили, независимо от государственных границ, мы имеем на это право. Поэтому, если и закон был беззаконным, который запрещал это делать, то наше служение было вполне законным. Я бы назвал больше его конспиративным, может быть, тайным таким вот, да, ну или как подпольным говорят, может быть, несколько так примитивно. Но что оно было совсем нелегальным и совсем незаконным, сказать нельзя. Оно было законным в очах нашего Господа. Оно было законным в очах церкви. Я хочу сказать, что когда появилась первая печатная машина, а я хочу вам сказать, где, может быть, не все знают это, да, в Гудауте. Это в Абхазии. В Абхазии появилась первая печатная машина, металлическая, сделанная уже, так сказать, для того, чтобы можно было множить тиражи, чтобы можно было множить наши книги, которые издавались. И вот над этим трудился очень много Виталий Питченко, для того, чтобы, ну, не только он, многие братья и трудились для этого, чтобы изобрести, найти способ, как это размножить, найти способ, как усовершенствовать эту технику. И вы знаете, когда пошли аресты, и печатные машины были тоже арестованы, тоже были, так сказать, изъяты, да, эксперты долго ломали голову, как удалось. Где же эти умы, которые сумели сделать машину, которой равных не было в то время во всем мире? Я это не преувеличиваю, братья и сестры. Были хорошие машины, японские, вот, которые малогабаритные. Мы, я тоже бывал на этих выставках, смотрел. Раньше меня был там Геннадий Константинович, и он как раз эту идею уловил. Но они давали одну страницу. При всей, так сказать, технике, только лист мог идти с одной страницы. Потом нужно было опять все это собирать, переворачивать. И как вот принтер обычно работал. Так вот, наша машина была создана таким образом, что сразу двойной лист шел, то есть с обеих сторон. И эксперты ломали голову, как это можно придумать. Еще в мире никто не придумал, а Бог открыл уже. Как это сделать? Это было сделано без преувеличения. Просто, примитивно, может быть, но вместе с тем благословенно. И Господь поистине хранил наше издательство, братья и сестры. Его тоже называли нелегальным. А сегодня оно. Законы у нас, как и были, законы. Люди уходят и приходят, меняются руководители, они тоже уходят и приходят, а наше издательство живет. Оно законно или нет, братья и сестры? Оно законно. Хотя закон у нас сегодня, как и раньше был, требует, чтобы каждое издательство было зарегистрировано, чтобы было разрешение на печать, чтобы каждый, кто хочет что-то напечатать, ходил к этому большому дяде, который бы мог подписать. Вот этот материал мы можем, а другой мы не имеем права писать. Наше издательство никогда этим не занималось. Совет Церквей никогда не ходил, братья и сестры, для того, чтобы у этого дяди попросить разрешения отпечатать Слово Божие или какую-то духовную литературу. С наших станков, я говорю с наших, потому что мы все братом являемся, никогда не сошел ни один листок, который мог бы быть подписан внешними, разрешаю печати. Нам Бог разрешил, Бог позволил. И поэтому сегодня я с уверенностью хочу сказать, что наше издательство было легальным. Оно было законным с точки зрения и закона, с точки зрения и Священного Писания, с точки зрения Церкви, народа Божия. Оно и сегодня работает, хотя закон не разрешает издавать литературу без регистрации. Оно по факту работает, братья и сестры. Это значит, что законно. Законы тоже делают люди, вы понимаете? Законы люди создают, законы их отменяют, и всякие там положения, инструкции различные, они были одни, потом стали другими. Но, а тем не менее, тем не менее, по факту у нас есть сегодня законное, легальное издательство. У нас вот законное собрание наше, или незаконное? Законное, да? Нас никто не разгоняет, никто не говорит, вы, а сколько раз было, приходили, вы незаконно собрались. А мы все те же, да? Мы все те же, мы не просим разрешения, у нас нет регистрации, ничего этого, мы к этому не стремимся. И мы стали вдруг законными. Так что поменялось? Мы не изменились. Церковь не изменилась. Бог не изменился. А законы как-то изменились. Они нашли такую лазейку, чтобы оно было и законно, вроде и незаконно. Но, по крайней мере, нас не беспокоят особо в таком порядке. Почему это все произошло? Потому что Великое сотворил Бог. Великое совершил Бог. Мы радовались. Братья и сестры, мы сегодня продолжаем радоваться. Мы должны Богу служить, Господа любить, Ему поклоняться, и Его святое имя прославлять. Когда я получил в руки первый экземпляр Евангелия от Иоанна, отпечатанный нашим издательством, может быть, у кого-то сохранился, не знаю, у меня изъяли, не сохранился при обысках, отняли такой маленький был формат, ну, наверное, четверть формата, и на нем земной шар изображен был, Евангелие от Иоанна, Слово Жизни. Знаете, у меня слезы на глазах появились. Это произошло в нашей стране, братья и сестры. Мы получили печать, мы получили издательство, братья и сестры, настоящее. И с какими бы ни было трудностями, жертвой мы его имеем, и народ Божий получил Слово Божие. А что происходило в церквах зарегистрированных? Где огромное количество людей, где пели все по одному сборнику, там, скажем, да, на скамейку, один сборник, если был, то это хорошо, а не было и дальше. И церкви просили, и служители те, которые были там, так называемые служители, тоже просили, и ходили к этому дяде большому, мы говорили, разрешите же нам, хотя бы для пения сборник, или хотя бы Иван, или чтобы люди могли почитать. Вы посмотрите, что делает Совет Церквей, да у них уже полная литература, мы к ним идем, и у них просим, а не они у нас. Вот что получается. И что же нам делать? И вы знаете, чудо произошло, братья и сестры, на станках, где печаталась безбожная литература, были изданы книги священного писания, Библия была издана, Новый Завет был издан, и сборники духовных песен. Конечно, они получили под расписку старшим пресвитерам, а эти передали местным служителям без выноса, без права выноса из молитерного дома, но это была литература, это была победа уже, дорогие друзья, на этих безбожных станках, там, где не было ни молитвы, ничего о Боге, где Бог писала с маленькой буквы, и вдруг, и Бог с большой начали писать, и Слово Божие начали печатать. Это Бог повелел сделать, благодаря тому, что пошел вот такой путь возрождения. И вот сегодня одна из машин, наверное, об этом скажет Вениамин Михайлович, арестованная была в Латвии, она стоит сегодня в одном из музеев в Латвии, и там, когда приходят туристы все, экскурсоводы показывают, и говорят, смотрите, какая Латвия прогрессивная страна, в ней печаталась Евангелие. Они умалчивают о том, что были арестованы сотрудники, получили сроки лишения свободы, но вот она, печатная машина, она стоит на выставке, ее смотрят люди, приезжающие все в эту страну. Дорогие друзья, великое сотворил Господь над нами, да? И поэтому нам необходимо радоваться, благодарить Бога. Прочем, ныне, братья и сестры, мы должны уповать на нашего Господа, что Бог, который начал все, Он и совершит до конца, до дня пришествия нашего Господа. Может быть, придут другие условия, может быть, государство изменит законы, я не знаю, что будет дальше, будет ли это регистрация или нет, это не так важно, братья и сестры, будет ли она или не будет, да? Важно, чего она от нас потребует, вот это вот важно для нас. И поэтому мы должны радоваться в этом уповании на нашего Господа. Хочу сказать, отметить, и, наверное, братья будут говорить, что этот путь был тоже нелегкий. За перевозки литературы, за распространение литературы, за печатание литературы, многие наши братья и сестры отбыли сроки в вузах, и некоторые были убиты. Убиты, братья и сестры, под разными предлогами, под разными там это, как бы авариями, там как угодно, но это были убийства. Их убили за то, что они печатали Евангелие, и мы должны помнить, нам дорого наше братство, мы любить должны его, мы любим, правда, братья и сестры, и мы должны хранить это в памяти своей, что досталось это, путем очень трудным, очень тяжелым. Братья и сестры, время уходит очень быстро, у меня осталось пять минут, я хочу сказать, что сегодня происходит у нас, дорогие друзья, куда сегодня направлена наша энергия, куда направлены наши силы, на что сегодня мы растрачиваем нашу жизнь. Господь дал нам путь независимости, не по цензурности, мы знаем эти семь принципов, наверное, о них будут говорить братья, семь принципов не по цензурности, мы должны быть по цензурной Духу Святому. И только ему одному, дорогие друзья, у нас сегодня, нам приходится говорить о запретах, и говорим, что вот государство сегодня не запрещает, а мы запрещаем. Братья и сестры, все греховное, все ненужное, все, чем сегодня живут люди на этих страницах различных сетей и так далее, братья и сестры, удалите оттуда свои имена, удалите и не позорьте имя нашего Господа Иисуса Христа, удалите оттуда, дорогие друзья, всю ненужную переписку, все ненужные фотографии, все, которое может служить для мира. Я не буду сегодня подробно об этом говорить, может, когда-то мы поговорим в более узких кругах, но хочу сказать, что это вот как раз Сатана сегодня нашел новый способ. Братья и сестры, Сатана не ушел в отпуск. Давайте помните об этом. Он тоже бодрствует для того, чтобы церковь Божию каким-то образом ввести в грех, через тот или иной путь, через то или иное слово, через ту или иную литературу, как угодно. И вы знаете, под предлогом именно как бы веры в Бога и истины и начинается сегодня то, что может привести к отпадению от Господа, к отпадению от церкви. Храни нас Господь от этого, дорогие друзья. Я хочу сказать, что ну, сроки лишения свободы, вот они достигли вот такой цифры, может быть, не знаю, приблизительные, может быть, точные уже более сегодня, более пяти тысяч человек лет. Это если бы один человек был в тюрьме пять тысяч лет. Вот столько наше братство было. У нас, вот мы на стендах видим, и на книгах мы читаем, там сколько смертей было, сколько было убитых, сколько было искалеченных, сколько было лишенных свободы, братья и сестры. И это путь, который палит кровью. Путь возрождения. Пусть наше братство будет возрожденным, братья и сестры. И неважно, если оно называется у нас там, ну, как-то по-другому. Есть в мире много церквей, которые называются по-другому, но не в этом дело. Дело в духе. Как мы вот именно относимся к Господу, как мы относимся к Священному Писанию, как мы относимся к служителям, как мы относимся к руководителям, дорогие друзья, мы должны уважать наставников наших, мы должны любить, вспоминать тех, которые почили, и благодарить за все Господа. И вот к тому, чтобы нам помолиться, братья и сестры, я хочу прочесть еще текст Священного Писания, который записан в Псалме 142. «Научи меня», 10 стих, «исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды». Братья и сестры, чтобы вот так, как мы есть сегодня, нам в землю правды войти, в обители нашего Господа, в то место, которое Господь приготовил для нас. Он открыл нам небо, братья и сестры, нам там быть. Он приготовил нам вечность, и в небе Он приготовил особое место для Церкви Христовой. Оно будет на престоле. Мы все будем на престоле, если дойдем, братья и сестры, если веру сохраним, если будем уповать на нашего Господа и жить по Его Святой воле. Хочу сказать, что пробуждение и других церквах, не нашего союза, оно тоже появилось, братья и сестры. Да, может быть, медленными шагами, может быть, как-то это, но были всегда благочестивые Авдии, которые, ну, народ Божий как бы любили тоже, да, и в меру своих сил помогали. Я хочу сказать, что и сегодня тоже, вот, мне приходилось хранить краску типографскую, да, краску типографскую приходилось хранить в канцелярии всех Б. вот так находил Бог такие сердца, которые там в своих сейфах хранили это и мы получали и ели. Когда везде были повальные обыски были по Москве, я не называю сегодня эти фамилии, но я хочу сказать, братья и сестры, что везде были дети Божии, которые понимали, они были робкими, может быть, они не могли встать в наши ряды и быть арестованными, но они могли, чем могли, сочувствовать, помогать для того, чтобы это дело совершалось. «Научи меня исполнять волю Твою Божию». Пусть Господь нас научит, братья и сестры, больше, чем мы могли услышать. Пусть Господь нас благословит и служение наше. Мы помолимся Ему, слава Ему, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.